Музыка Вы смотрите главные новости Благовещенска. В ближайшие 15 минут мои коллеги и я, Екатерина Борисова, расскажем о событиях из жизни Амурской столицы. Здравствуйте. Центр содействия мобилизованным амурчанам открыли на базе регионального отделения Народного фронта. Там принимают обращения от тех, кого ошибочно призвали на службу, нарушив указ президента. Также ОНФ выслушает проблемы, связанные с организацией быта мобилизованных. Далее обсудим другие темы. Нельзя остаться в стороне. В Благовещенске объявили сбор вещей для мобилизованных амурчан. Тепло близко. Батареи в домах амурской столицы начали теплеть. Всех подключат в четыре этапа. Мир развлечений во дворе. Мэр Олег Мамеев побывал на открытии новой дворовой детской площадки. Домашняя работа. Горожане с ОВЗ преодолевают себя благодаря выездным специалистам и тренажерам. Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, которые касаются военной службы. Об этом сообщили на сайте Кремля. Федеральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс страны и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Госдума приняла 20 сентября. 21 числа документ одобрил Совет Федерации. Согласно новым нормам, за дезертирство или неявку на военную службу по призыву накажут сроком до 10 лет. Это касается как контрактников, так и военных в запасе, участвующих в сборах. За мародерство будут лишать свободы на срок до 15 лет, за добровольную сдачу в плен до 10 лет. При этом, если военнослужащий впервые совершил такое преступление, принял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил в плену других преступлений, то его могут освободить от ответственности, сообщает РИА Новости. Сбор помощи для мобилизованных жителей региона объявили в Преамурии. Первую партию необходимого планируют отправить с нашими военными 10 октября. Сбор организовали региональное отделение Союза женщин России и приход строящегося храма в честь Сергия Радонежского, расположенный в Чигирях. Список необходимого согласован с военным ведомством, говорят организаторы. Это спальные мешки, которые особенно нужны, термобелье, медикаменты от ОРВИ, расстройство кишечника, бинты, средства личной гигиены, зубная паста и прочее. Приносить вещи можно в пункты приема в Благовещенский на Комсомольскую, 49, вход с Горького, в Чигирях, центральная 41А, производственная база напротив детсада, офис на въезде. Посылки весом до 5 килограммов просят по возможности упаковывать в картонные коробки. Запечатывать не надо, содержимое проверят. Сбор средств для помощи участникам специальной военной операции объявил и президент Торгово-промышленной палаты области Сергей Смородников. Средства пойдут на закупку квадрокоптеров, бронежилетов, шлемов. Присоединиться предлагают всем неравнодушным амурчанам. Проговорили с правительством о том, что в первоочередную очередь отправлять нашим бойцам на фронт. А это квадрокоптеры, бронежилеты, каски. Приведенные переговоры дали возможность на 800 тысяч рублей. Бизнес готов оплатить. Через Торгово-промышленную палату я сегодня дал распоряжение тоже выделить 100 тысяч рублей для помощи ребят. Хочу попросить всех, кому не безразлична судьба, поучаствовать в этом процессе. Потому что все наши воины выигрывались в тылу. Последнюю крошку хлеба мы отдавали. Последний снаряд. Умирая мы доносили до фронта. Поэтому, пожалуйста, включайтесь в эти процессы. Очень нужна ваша помощь нашим ребятам. Обещаю, что все это будет напрямую, по счету, без всяких коррупционных фондов. Сами оплатили, сами забрали, сами отвезли. Это важно, потому что бизнес только на таких условиях будет работать. Когда все прозрачно, никаких токсистических историй у нас не будет. Еще раз прошу включиться. Всем удачи. Все будет хорошо. Победа будет за нами. В домах столицы Преамурья начали теплеть батареи. Отопительный сезон стартовал, но подключают потребителей поэтапно в 4 дня. Первый на очереди район от Нагорной до Островского, между Горького и Краснофлотской. Во вторник станет теплее в домах, расположенных от Больничной до Островского, между Пролетарской и Горького. В среду от Студенческой до Лозо. От Тенистой до Горького во втором и третьем микрорайонах, Тепличном и Плодопитомнике. Завершающий этап – подключение домов Новоселенка между Игнатьевским шоссе и Воронково до Политехнической. Продолжаем. На Амурской между Богданом Хмельницкого и Шевченко водитель улетел в Перекоп. Кадры инцидента появились в социальных сетях. На видео, которое опубликовали вечером 25 сентября, машина, лежащая в Перекопе на Баку. Судя по кадрам, место производства работы освещено. Также видны ограждения. О пострадавших пока не сообщается. Продолжаем. С жителями нескольких городских дворов встретился Олег Мамеев. Они обратились к мэру, чтобы решить наболевшее. На первом адресе Горького, 92 и 94, в дождь вода стоит во дворе. Старшая дома считает, что проблему можно решить, протянув ливневку от двора до отремонтированного коллектора по Горького. Олег Мамеев поручил специалистам просчитать этот вариант. Мы должны понимать, что любые действия должны быть на финансовой подушке. То есть мы должны поднимать объем работы, мы должны понимать, сколько это стоит. И самое главное, мы должны понимать, где мы деньги возьмем. Я не скажу, что у нас на полочке лежат деньги для дворов. Нет. Есть целевые деньги. Сейчас сказать слово «когда», но это было бы нечестно. Ну, год хотя бы, если вы знаете, в этом году и на тысячи годы тоже неизвестно. Давайте еще другое мне скажу. Если эта работа, вот этот проезд находится на муниципальной земле, теоретически мы с экономией можем найти. Если дворовая, мы не имеем права сейчас с бюджетом зайти, а иных ресурсов у меня сейчас нет, точно не в этом году. Ну, чтобы тоже было понимать. Но вот тот маленький кусочек, вот этот кусочек отбить, я думаю, что мы в этом году сделаем при любом расплате. Найдем решение какое-то. Посмотрим, да? Жители другого двора на заводской страдают больше года. Все потому, что застройщик при сдаче не передал инженерные сети, и они оказались бесхозными. И поскольку ничьи восстановлением перекопов после случившихся на них аварий никто не занимался. После того, как жители обратились к городоначальнику, понадобилось несколько месяцев, чтобы найти водопроводу хозяина, то есть передать его на обслуживание. И один день, чтобы напомнить сети-держателю об обязанностях. Как отметил мэр, иногда все еще приходится решать текущие вопросы в вручном режиме. Итог есть. Перекоп восстановят и заасфальтируют после завершения ремонта. Жители дома на Красноармейской больничной тоже обратились к коллегу Имамееву, но не с жалобой. Пригласили мэра на праздник. В их дворе появился мир детских шалостей, благодаря федеральной программе, в рамках которой в этом году преображаются полсотни придомовых территорий. Как выглядит виновница торжества и что успели опробовать дети, расскажем в сюжете. Целый мир развлечений появился у жителей двора на Красноармейской 198. Яркие новые горки, качели, веревочный парк и другие аттракционы собрали малышей со всей округи. Я всегда хотела, чтобы такой двор был. Здесь очень круто играть, когда все яркое, потому что раньше здесь все было серое. А сейчас они все новые и яркие и красивые. Взрослые радовались празднику вместе с детьми, водили хороводы и танцевали с аниматорами под зажигательные ритмы. Оно и понятно. Давно ждали, когда смогут распрощаться со старыми металлическими конструкциями во дворе. Я проживаю в этом дворе уже больше 20 лет. Поэтому вот с этим событием, которое произошло сегодня, мы очень все счастливы и рады. И, конечно, мне уже лет прилично, но хоть рожая ребенка. Для того, чтобы здесь было хорошо погулять и красиво, и для каждого возраста есть развитие. В 2021 году этот двор преобразился в рамках программы «Комфортная городская среда». На придомовой территории уложили тротуары, смонтировали скамейки, освещение, заасфальтировали проезды. В этом году апгрейд прошла детская площадка. Замечательная площадка. Очень рады, что Елена Игоревна помогает ремонтировать дворы, чтобы детям было где гулять. Все новое, чисто, аккуратное. Будем надеяться, что все сохранится в таком же идеальном состоянии. Преображаются городские территории в рамках федеральной программы «Тысяча дворов». Ее инициировал полпредпрезидента в ДФО Юрий Трутнев. Город Благовещенск пополнится 50 дворовыми территориями, на которых будут выполнены площадки спортивного детского назначения, зоны отдыха. Сегодня мы находимся на территории двора по Красноармейской, 198, на котором эта программа уже реализована. Мы сегодня ее открыли. Конечно же, дети очень рады. В первую очередь мы делаем эти площадки для детей, для жителей дома. Я надеюсь, что они оценят и сберегут эту площадку. Обновлять дворовые территории Благовещенска продолжат и в следующем году. Власти надеются на продолжение федерального проекта. Заявки на участие в этой программе в 2023-м подали больше двух сотен дворов областной столицы. Кристина Слепцова, Екатерина Борисова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Благовещенским семьям, воспитывающим детей инвалидов и детей с УВЗ, бесплатно привозят тренажеры на дом. Дорогостоящее оборудование горожане арендуют у из нового микро-реабилитационного центра «Доброта». За полтора года работы помогли 205 семьям. Как проходит реабилитация на дому и каких успехов добились юные горожане, знает наш корреспондент. Если очень захотеть, можно в космос полететь. С таким девизом проходят домашние занятия юной Сони Берзиной. В полтора года девочки поставили диагноз ДЦП. Сначала врачи думали, ребенок ленится, но позже выяснилось, ноги и руки ее не слушаются. Соня не подглядывает, и мы делаем занятия с пальчиками. Научиться слышать свое тело Соне помогают на занятиях ЛФК. Когда специалист трогает каждый пальчик на ноге, девочка пытается почувствовать, какой именно. Все занятия выездной бригады проводятся в игровой форме, но требуют серьезной работы. Со мной она делает вид, что она сразу устала, у нее ничего не получается. То у нее глаза выпадут от прописей, то еще что-то. Тут совсем другое. Я не учитель и не специалист. Мною она может манипулировать, она знает, как это делать. А тут никак. Тут надо работать. Это кто? Это кот. И вот детеныш. А как детеныш его зовут? Котеныш. У 11-летнего Никиты Каратаева задержка психоречивого развития. Его частые гости – логопеды, психолог и соцпедагог. Без их полезных занятий ребенок был оторван от общества. Спустя 6 лет добился отличных результатов. Мы ходим в обычную школу. Я очень благодарна, что мы, знаете, вышли из этой ситуации. Ну, не такими уж большими победителями, но все равно для нас это, знаете, вот как перепрыгнуть через Аверест было. Вот. И мы ходим в обычную школу, в обычный класс. Конечно, не все у нас легко и гладко, но мы стараемся, мы идем. Вокруг очень много людей, которые мне помогают. И я очень благодарна им. Выездная мобильная бригада – это специалисты доброты, логопеды, психологи, социальный педагог, инструктор по адаптивной физкультуре. И привлеченные из других учреждений – олигофрена педагоги и специальные психологи. Главное – это социализация ребенка. Это наладить общение с родителями, с детьми, с друзьями. Это общение вообще с другими людьми. Ну и, конечно же, коррекционное развитие. Коррективно развивающие занятия проводят специалисты на развитие речи, внимания, наблюдения, на моторику, рук, крупную мелкую моторику развивают. Проект «Домашний микрореабилитационный доброцентр» заработал благодаря гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме выезда специалистов, предусмотрен прокат дорогостоящих тренажеров и инвентаря, которые не по карману нуждающимся семьям. И по тренажер, коляске, велосипеды и другие спецустройства для занятий желающие могут арендовать бесплатно на срок до трех месяцев. Екатерина Борисова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Благовещенцы пополнили свои домашние библиотеки эксклюзивными изданиями и книгами с автографами авторов. Урвать новинки и классику удалось в рамках книжного фестиваля «Берег». Он прошел в областной столице. Я всегда гордился, что Россия, Советский Союз, правоприимник Россия, всегда была в числе самых читающих стран мира. Это очень здорово, что мы продолжаем эту традицию. Это очень здорово, что мы продолжаем черпать тот, наверное, бесконечный кладезь мыслей и чувств, которые нам дали и классические писатели, наши современники. И я очень благодарен организаторам за этот замечательный фестиваль. Организатор фестиваля Михаил Фаустов провел для мэра Благовещенска Олега Имамеева небольшую экскурсию по книжным палаткам. Рассказал об идее «Берега» и его истории. Начиналось все довольно скромно. На первое событие привезли всего двух писателей и восемь столов книг. Виктория Андреевна нас обратила внимание, сказала, давайте мы вам как-то поможем. В следующий раз было там чуть побольше. Потом, значит, область помогла, мы грант там выиграли федеральный. И третий был в островах. Уже он уже был, по-моему, то ли два, то ли три дня, уже полноценный. А в прошлом году мы... А что бы нам на улицу не выйти? В прошлом году погода была шикарная. И я же говорил тогда, что книжек продали много. Этот фестиваль длился три дня. Свои новинки представили больше 70 российских издательств. Прошли открытые встречи, лекции, мастер-классы и дискуссии. Важное место в программе заняли презентации книг, которые написали благовещенцы и выпустили городские издательства. Патриотические фильмы добавят в школьную программу благовещенцев. Показывать советские и отечественные картины на уроках предложили Минкульт и Единая Россия. В проект вошли фильмы о Великой Отечественной войне и выдающихся исторических событиях в стране. Эта новость завершает выпуск. Спасибо, что смотрите наш канал. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова